привет ребята и снова я в эфире ребят хочу вам показать кто у меня появился в коллекции я все таки вернулась за этим парнем в супермаркет гарфур чтобы взять его по скидке точнее его купил мне мой муж за успешную сдачу экзамена по французскому но как бы поддержать меня чтобы мне было приятно и он знает что я люблю кукол в общем то этот мальчик давно был у меня в хотелках я его хотела но не так чтобы прямо вот приоритетно и когда я увидела что он на скидочках я была очень рада в общем то там были на скидке три куклы из этой коллекции это был этот мальчик непосредственно он плюс сейчас я вам покажу с обратной стороны вот ребят что было понятно с обратной стороны видно всю коллекцию в целом эта коллекция из пяти кукол неспосредственно самой барбейки потом такой вот темнокожей девочки она пухленькая затем мальчика которого я сегодня вам покажу другая девочка тоже она пухленькая но она больше как латиноамериканка и следующий куколка она такая как ее даже и назвать то в общем который едет музыкальный фестиваль кочела наверно в общем она у меня есть коллекции и обзору на нее у меня тоже есть на канале в общем а вот такая вот пятерка кукол они все идут на скидке но в наличии там были только трое непосредственно сама барби мальчик и девочка куачела вот этих двух пухляшек их не было хотя темнокожая пухляшка была прошлый раз ну я как-то на нее не особо обратила внимание мне она не сильно запала как-то пухляшка да и пухляшка да а вот парень мне нравится конечно на промке с обратной стороны он выглядит идеально со своей прической со всем вот этим прикидом супер классный 15 там всяких аксессуаров включая то что на нем да очки там все дела очень клёво смотрится коробка вообще она в целом смотрится мне нравится эта серия потому что коробки действительно классные вот коробочка с внешней стороны она прям такая праздничная как будто чемоданчик такой все яркое арт очень классный мне нравится арты из этой коллекции в общем то они такие яркие такие интересные конечно куклы выглядят немножко иначе но я бы хотел сказать что куклы достаточно красивые из этой коллекции мне нравится то что там видно аксессуары сразу сквозь переднюю часть до коробочки сквозь вот это вот этот пластик прозрачный значит что тут интересненько коллекция называется барби экстра флай то есть это барби экстра но продолжение как бы расширение коллекции fly то есть они путешествуют у них обязательно с собой сумки какие-то чемоданы что угодно для путешествия вокруг по коробочке значит различные стикеры которые обозначают различные тут какие-то свои значения тут тропики пальмы и всякие тут карты там что тут еще у нас экстра флай но всякие бейзажки картинки которые говорят нам о путешествии паспорт и билеты в общем то все символизирует какое-то путешествие с нижней части ничего нечего смотреть как бы прозрачно ну в общем то это все что касается коробочки я думаю что мы можем ее открыть достать парня на как вы можете увидеть он немножечко у него прическа конечно не в идеальном таком состоянии я планирую прическу его приводить в порядок пока не знаю как по нужно посмотреть на самом деле как она вот по ощущениям да а потом уже посмотрим ну я думаю сейчас начнем открывать будем смотреть ну вот ребят я и освободила мальчика от плена из коробки это было не сложно так как я интуитивно начала открывать ее с задней части коробочки с обратной стороны коробки это было легко если следовать всем каким-то моментам достаточно просто открывать в общем мальчик у нас изначально из коробочки вышел вот в таком виде он сразу одет он сразу имеет некоторые аксессуары на себе но не обувь была отдельно вот они вот эти сланцы или сандали как их лучше назвать мне они понравились изначально они очень интересные даже имеют рифление со стороны в общем вот такие вот мандалеты вот они шли отдельно ну давайте наверное начнем сразу с аксессуаров так как их сразу видно значит в коробочке вместе с мальчиком шло большое количество аксессуаров его полотенце оно такое интересного такого его ткань такая интересная мягкая она не сильно большую но для его так сказать габаритов нормально не такой уж маленькая значит также шел напиток этот напиток в таком кокосовом кокосовой кружки виде кокоса что-то тут фламинго ананас и трубочка такой вот интересный напиток также дошла шла с доска для серфинга но она такая меньше мне есть мальчик который серфингист у него она не такая я не знаю может ребята вы знаете разницу в этих досках потому что судя по размеру она не сильно большая также с ним идет паспорт и это что это это ну это болин пас написано или что там написано ничего не написано но я так предполагаю это билет или посадочный талон значит и в большом в большом виде для для хозяйки так сказать девочки которая будет играть тоже билет такой посадочный талон без каких-то опознавательных особо вообще-то 18 июля написано даже дата интересно прикольно очки потом их наденем на него и посмотрим и крутая сумка крутая сумка она мне очень нравится она выглядит она розового такого цвета прикольным таким как он называется открывается на очень трудно но ребят она имеет возможность открывания на то есть можно открыть и сложить туда кучу всякой ерунды значит что здесь написано кен экстра то есть кен это все для кена брелок брелок вот брелочек такой на желтенький ну в общем то это аксессуары которые шли и были с ним но не на нем а на нем вот такие вот наушники они у него на шее и сумочка такая я думаю сумка это для для документов для паспорта там до чтобы сложить такая вот интересная зеленого цвета как будто здесь цепь такая экстра экстра где написано и она закрепляется ее можно откреплять сзади вот что еще интересного у него куча браслетов здесь вот они как будто объединенные в одно то есть как бы как один браслет сделано из пластика но они тут вот два браслета отдельно два то есть золотистый и такой как жемчуг как будто вокруг вот ракушка тут он такая интересная и у него но это похоже на часы и не думаю что это компасу на часы все-таки вот вот такие вот аксессуарчики это то что на нем что касается одежды на нем надета вот такая вот но это своего рода костюмчик до костюмчик такой тропического вида это пиджачок типа пиджачка такое или рубашечки и шортики значит сзади выглядит вот так ну в общем то неплохо неплохо рукава достаточно длинные они просто их можно подгонять как бы да ну опускать поднимать то есть по желанию вот так вот сейчас посмотрим как он тут а ну тут липучка ребята на липучке закрепляется то есть можно откреплять закреплять я сейчас его наверное раздену посмотрю отдельно одежду посмотрим его тело потом обсудим вот ребят как я уже сказала вот так вот так выглядит рубашечка и так выглядят шортики шортики на резинке то есть они не имеют никакой застежки на рубашечке только внизу маленькая такая вот липучка вот сам мальчик да давайте рассмотрим мальчика потому что это более интересный такой момент значит тело мальчика классическая такое подвижное тело кена он такой загоревший парень такой загорелый значит тело у него но мы думав и знаете за счет шарниров она более такое крупное это тело более такое парня молодого не накачанная особо но достаточно стройная то есть шарнирчики у него вот в локтях кистях ну в бедрах в коленках ну как бы внизу ступни у него неподвижные то есть ну как вот классическое кеновское тело ссади как вы видите все тоже самое единственное что мне интересно почему написано 2022 год тело то есть она все таки считается новым может быть перри перри запущенным я не знаю к сожалению у меня нет кена того который у меня например в россии находится он у меня имеет классическое тело я бы могла сравнить но его нет в наличии но мне кажется что тело очень похоже единственное что у меня там да нет мне кажется прям такое же тело такое же тело подвижность у него то есть у него кстати у него ноги по моему не раздвигаются ребята у него ноги не раздвигаются стороны то есть чуть-чуть совсем вот смотрите вот так то есть ну конечно свои конечно минусы имеет это подвижность но тем не менее он подвижный и мне это нравится что касается его лица лицо у него такое классическое она мне напоминает райана все-таки больше они кена потому что он более темненький у него такие пухлые губы они кенские глаза кариего цвета очень широкие такие красивые брови нейтральные губы цветом нос такой прямой хороший такой без всяких каких-то примечательностей на очень зафиксированная прическа очень деревянная это все так как у него изначально она уже не очень я буду ему мыть голову я буду приводить в порядок и посмотрю что из этого выйдет сам поделюсь обязательно в общем ребята вот такой вот парень получился в общем сборе все в сумочку я сложила в сумку складываются и полотенце и паспорт в принципе можно и напиток тоже положить но я решила его оставить у него на руках в общем то вот так вот парень выглядит очки немножечко кажутся странными особенно трудно их надевать из-за залаченых волос но волосы я помою как я уже сказала я хочу их перри ну в общем переправить перри изменить то как они сейчас выглядят в общем то все достаточно классно смотрится мне нравится мне понравились сандалеты они очень хорошо легко надеваются в целом парень классный артикуляцию у него конечно не мои туму но для парня мне кажется сойдет дело в том что парней я использую крайне редко то есть куда-то сажать там посадите сфотографировать это реже у меня поэтому мальчик будет просто стоять будет среди других кукол будет выглядеть классно вот переодевать его не хочу потому что мне нравится его образ по крайней мере на данный момент идеи по смене его имиджа у меня нету мне единственное что я хочу помыть ему волосы переложить их и будем как бы ну чтобы он выглядел получше а то как ты странно да такая голова у него я видела у некоторых более-менее выглядят уложенные волосы но я хочу сделать ему такие как у него на промо фотки ну попробовать по крайней мере если не получится я вам обязательно покажу ребят в общем ребята вот такой вот парень появился в моей коллекции его видео о нем скорее всего я выпущу раньше чем преобразование моей новой куколки барби skipper я нахожусь в процессе ее изменений так сказать пересадки на другое тело подстригание и так далее и тому подобное и это видео скорее всего увидите гораздо позже но с мальчиком уже скоро ну то есть сейчас уже его видите в общем ребята напишите свое мнение в комментариях об этом парне что вы думаете нравится ли вам он и кто у вас фаворит из этой коллекции барби extra fly для меня фаворитами являются вот скорее в ту куколку которая купила до этого кучела мне нравится также барби я долго вертелой в руках я хотел ее взять но пиксельная печать меня все-таки как-то убивает вот все таки я выбрала мальчика то есть мальчик и кучела девочка музыкальный фестиваль мне нравится больше из этой коллекции я ни разу не видела девочку пухленькую латиноамериканку поэтому сказать не могу в живую я ее не видела у меня она нравится вот если я увижу я обязательно засниму и вам скажу свое мнение в общем ребята напишите какие у вас новинки появились недавно или может быть вы чего-то ждете кого-то ждете в общем я вам желаю скорее получить ваших желаемых кукол то что вы хотите себе в коллекцию ну а этот парень остается на помывку волос у меня сейчас в общем ребята классно вам для дня классного настроения чтобы у вас все получилось любые ваши желания и проекты чтобы осуществились пишите в комментариях что думаете как у вас там все дела я буду читать мне очень приятно всегда слышать от вас что вы думаете как вы живете как у вас настроение мне всегда очень интересно ну а сейчас до следующего видео я не знаю когда она выйдет но обязательно выйдет пока пока вот ребят парень после мытья головы ну как вам в общем то мне пришлось ему подстричь немножечко волос так как они были не очень красиво уложены не очень красиво длина в общем то сейчас мне нравится больше что я сделала я помылась шампунем и сделаем масочку для волос потом я ее расчесала голову его головушку и теперь у него волосы еще немножечко мокреньким но мне уже нравится как выглядит в принципе его прическа сейчас она гораздо лучше выглядит и парень и более такое как сказать ну красивенький конечно с этим пришлось повозиться но не сильно многое вам скажу ребят просто помыть голову элементарно шампунем горячей водой затем просто масочку нанесла практически не держала совсем чуть-чуть потом смола воду и причесала его так как мне нравится так как в принципе на промке должно быть примерно конечно с такими волосами короткими работать сложнее но другой стороны мне нравится как он выглядит напишите свое мнение в комментариях что думаете приводите ли вы в порядок прически своим куклам или оставляете заводской заводскую укладку и как вам кажется насколько это легко или трудно иногда бывает конечно трудно ну мне нравится что получилось результате парень красавчик всем рекомендую ну все ребят пока пока